На портале Экзегет мы отвечаем на ваши вопросы. Вот такой вопрос пришел к нам. Я ушла от мужа, который изменял мне. Сейчас он женат на своей любовнице, у них дети, а у меня ничего не сложилось. Почему Господь дает счастье в такой ситуации ему, а не мне? Действительно, с точки зрения церковного права, существует такое понятие, как виновная в разводе сторона и сторона потерпевшая. И церковь оказывается всегда на стороне потерпевшей. То есть, если муж вам изменял, то, например, он и ушел к своей любовнице, он не имеет права на церковный брак с ней. Церковь таким образом эту позицию обозначает. А вот насчет счастья или несчастья, или того, что Господь дает или что не дает, здесь вопрос гораздо более сложный. Например, бодливой корове Бог рогов не дает, как говорится. И из вашего письма я вовсе не собираюсь каким-то образом судить или обвинять вас, но совершенно непонятно. Есть люди с разными характерами, есть люди с разными намерениями. Есть люди легкие, есть люди тяжелые. Есть люди веселые, есть люди грустные. И вообще у каждого своя судьба и свое представление о счастье. Ну, то, что вы написали, такой вопрос, вопрос, соединенный с ропотом. Почему Господь дает счастье в такой ситуации ему, а не мне? Основанием этого вопроса, основанием ропота, который сквозит в этом вопросе, конечно, является, ну, простите меня, я опять-таки вас не обвиняю, просто анализирую написанный текст, является зависть. В этом письме говорит зависть. Что говорит нам об этом Библия? Например, Премудрый Сирах так об этом пишет. «Не завидуй славе грешника, ибо не знаешь, какой будет конец его». Это первое, о чем хотелось бы сказать, поскольку наша временная жизнь здесь, на Земле, она действительно является временной. И с точки зрения вечности это всего лишь миг. И то благо материальное, которое имеет тот или иной человек, и даже те мгновения счастья земного, которые так радуют и умиляют нас, которому мы иногда завидуем, тоже является всего лишь временным счастьем. Если это счастье, если это какое-то благосостояние, если это какое-то устроение своей жизни, добыто нечестным способом, добыто через ложь, через, в данном случае, через измену, через предательство, то ничем хорошим это кончится не может. С высочайшей степенью вероятности это не кончится ничем хорошим уже и в этой жизни, и уж точно ничем хорошим это не может кончиться в жизни вечной, если люди не приносят соответствующего покаяния, не исправляют свои жизни и не обращают сердца свои к Богу. Поэтому, с одной стороны, не завидуйте, потому что часто и завидовать-то нечему от того, что он там с ней расписался или от того, что у них даже родились дети, вовсе не значит, что они счастливы. Если же они счастливы, то наш христианский долг порадоваться за счастливых людей. И, знаете, в принципе, я встречал одного мудрого священника, который примерно так рассказывал о своей семейной жизни. Говорит, я совершенно счастлив в семье. Мы с матушкой живем, в общем, очень даже неплохо. И по мирским меркам, и по духовным. Но я очень сочувствую своей жене. Я понимаю, как ей со мной не повезло. Хотя, наверное, сама матушка, может, и по-другому эту ситуацию оценивает. Но вот этот батюшка пожилой, он так, прожив вместе с ней уже фактически полвека, продолжает в смирении своем говорить, что ей с ним не повезло. Вот эту оценку я предлагаю вам обернуть и на ситуацию вашего бывшего мужа. Ну, слава богу, что ему теперь повезло. Я думаю, что если бы, не дай бог, конечно, моя супруга от меня когда-нибудь ушла, я бы сказал, слава тебе, Господи, отмучилась. Не я отмучился, а она отмучилась. Потому что жить со мной, я отчетливо это понимаю, не подарок. И любой человек, следом за тем священником, за моими словами, да и вообще любой разум, человек понимает, что, ну, ушел, значит, ему было плохо. Это ведь факт. Да, он совершил неправильный с точки зрения церкви поступок. И если мы оцениваем ее с точки зрения церкви, с точки зрения вас, то это, конечно, предательство, это тяжкий грех, смертный грех, который не может остаться без последствий для человека, как я уже сказал, и в этой жизни, и в будущей. Но с точки зрения самого человека, от которого ушли, мне кажется, по-христиански было бы поблагодарить Бога, во-первых, за то, что Он избавил вас от предателя. Потому что это же тоже, ну, вот жить, это первое чувство, которое, к сожалению, возникает у брошенного человека, просто в момент, когда он, например, открывает факт измены. Ну, как же так? И желание вернуть. Пусть он вернется. Я все прощу, пусть он или она вернется. Зачем вам предатель? Зачем вам человек, который вас не любит? Поэтому поблагодарите Бога, что вы избавились от этой странной, двухсмысленной ситуации, когда муж, например, даже издолго перед вами, издолго перед заповедями жил бы и мучился с вами, как с нелюбимой женщиной, и вам было бы ощущать себя некой причиной его несчастий. Вы бы начали его пилить, чувствуя, что он с вами несчастлив, вы пытались бы что-то сделать. А так он взял на себя всю ответственность за совершенно вот в вашу какую-то, так сказать, жизнь. И поблагодарите Бога за то, что вы избавились от этой ситуации. И пожелайте вашему бывшему супругу счастья на всех путях его жизни, потому что пусть ему будет хорошо. Всегда благодарите, говорит апостол Павел. И желайте даже врагам вашим желайте блага. А что является благом для вас, мы не знаем. Потому что теперь отвечая на вопрос, почему мне Господь не дает, спрашивает автор этого вопроса, почему мне Господь не дает дальше семьи. Ну, потому что, видимо, для вас в той ситуации, в которой вы находитесь, в том внутреннем состоянии, возможно, в том внешнем состоянии, возможно, в том состоянии здоровья или еще каких-то обстоятельств жизни, ваша задача в этой жизни будет другой. Ну, по крайней мере, пока вовсе не значит, что вы не выйдете замуж. Мы видим, сколько браков совершается в возрасте 30, 40, 50, 60, 70, 80 и даже 90 лет ежегодно совершаются браки в самых разных возрастах. И при этом люди живут как счастливо, так и глубоко несчастливо. Поэтому попробуйте обратиться к Богу с такими словами, «Господи, пусть на все будет твоя воля». Не как я хочу, а как хочешь ты, пусть да будет, потому что я знаю тебя, Господи, как любящего отца, который никогда своим детям ничего плохого не пожелает. И поэтому я от твоей руки приму то, что ты сам считаешь, что будет мне ко благу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.